Есть тут на Твиче паренёк один, Андрюхой звать, начинающий стример. Стримит чуть ли не каждый день с разнообразным контентом, разными играми и про Хардстоунчик не забывает. Горячо любит своих зрителей, да ещё и постоянно устраивает различные интерактивы и конкурсы. Заходи, ссылочку оставил. Продолжение следует... Вопрос. У меня после выхода Ведьминого Леса часто спрашиваете, какой класс сейчас самый мощный на арене. Я со стопроцентной вероятностью могу сейчас сказать, что это Паладин, чёртов. Хотя и по статистике на каком-нибудь сайте Хастер Плей вы можете увидеть, что Разбойница где-то на полпроцента, на полшишечки больше, чем у Паладина, Венрей. Но это всё херня. Паладин всегда стопроцентный вероятниковый вариант. И даже если взять банальную эту карту, Черепаху, которая раскапывает таунты у Паладинов, шанс вытащить что-нибудь крутое намного круче, чем у другого класса. Потому что это тот же Тирион, тот же Тарим, тот же Королич. И зная то, что сейчас Близзарды апнули классовые карты, Паладина, это нереально мощные карты. Новый меч, который в соло может вытащить карту. Гребень, который если у тебя две штуки, то уже как минимум пять побед практически гарантировано тебе. Потому что одной этой карты можно перевернуть игру, там, Провокатор, это же дичь Провокатора, читы, помните. Короче, Паладин сейчас топ-1. Это точно. Всё, погнали, покажи что-нибудь интересное по этой карте. Ты что такой крутой? Ну давай посмотрим. Ударь меня. Ты говоришь, ты крутой, да? По-твоему, это Тирион Фордринг. Вот это Тирион Фордринг. Я думаю, Короля Ильича тут самая стабильная будет вывалить просто и сидеть терпеть. Терпилый режим врубить. Пуп-пи-пи-пуп. Готово. Жахну его, чтобы он не смог, как бы, безнаказанно разбить Короля Ильича и потом каким-нибудь магическим образом забрать девочку. И мне бы всё равно пришлось жахать. А так я его жахну, и он банально не сможет его убить. Ему придётся пинг делать, да, как бы. Так, выпало в войско мёртвых. В войско мёртвых охренительно, потому что у меня там дохрена крутых существ. Ну ладно, не дохрена крутых существ, но они реально мощные. Типа древо выкинуть, там-то тот же куб пойдёт, защитник королей. И даже джин, джин неплохо будет, потому что он будет хилить. Хилить, а я его ещё забафаю, забафаю своим мечом. Так что вообще супер-пупер экстра-бау. Я думал, что он сейчас киданёт этот... Почему-то у меня было предположение, что он киданёт метеорит. Но я ж... О, Гнев Небес. Не, Гнев Небес отстойная карта, я уже убедился. В этой аренке... В этой аренке поехали, войско мёртвых. Что? Три заклинания из пяти. Чтобы не бомбила, сразу ключи его, да. Это как меня спрашивают, зачем Лёха, зачем ты отключаешь... А жахтам всё равно мне... Или не жахтать? Типа всё равно мне комбочить надо. Зачем ты отключаешь оппонентов? То есть есть два варианта. Ты можешь бомбить из-за того, что тебе оппонент спамит. Или просто отключать его и не бомбить из-за того, что тебе оппонент спамит. Зачем мне бомбить, когда я могу не бомбить, правильно? Ладно. Казалось бы. Восемь хп. Не было стола. Из войск мёртвых выпала полнейшая херня. Но я полностью, на самом деле, уверен в своих силах. У меня вот сейчас шанс комбэкнуть процентов 80, наверное. Если он не будет как волосатая жопа просто... Метеорит! Ха! Да сават же такие вот карты. В который раз убеждаюсь то, что... Мой язык, мой враг, мой. Только говоришь про карту, и она тут же вываливается. Ладно. Раскидаем кучу, кучу, кучу... И жахнули. Если бы у него была возможность меня убить, он бы всё равно меня убил. А так у меня, ну как бы, от пиробласа нет шансов уходить. От фаербола я смогу серебряным клинком. Короче, нормальный ход. Если, конечно, он сейчас не киданет ни фаербол. Просто неохота подставляться ещё под волну огня. Если волна огня была... Всё. До свидоса. Так вот. В таких катках, в таких колодах, в смысле, где у тебя дохрена жестких легендарок, дохрена жестких карт, имбалансных карт. Например, гребень, да? Вау, круто. Он, наконец, сыграл это. Тебе намного интереснее не выигрывать, а проигрывать. Потому что... Ну, чтобы выиграть, ты знаешь. Ты знаешь, типа, используй свои крутые карты, и ты победишь. Да? Так. А чтобы проиграть такой колодой, нужно умудриться. Умудриться ты можешь двумя способами. Либо... А! Тебе будет нереально херово вести. Что возможно. Либо у оппонента будет что-то такое... Интересное, что... Ну, необычное. Потому что обычный колодой... Колоду с имбалансными картами... Ты хрен победишь. Это арена, сынок. Сейчас говорю, как? Это Вьетнам! Тут совсем другие правила, блин! Примерно такая херня. Это так и работает. Так. Как мы здесь делаем? Чатик... А, точно, какой чатик. Давайте сделаем... Вот так вот. Хорошо. Это отлично. Однажды я хотел... Кидануть уже... Гнев карателя и закончить катку. Чисто по фану, чисто по приколу. Не удалось. Не удалось. Недавно делал... Сука, у него все есть! У него все есть! Недавно делал видос... Аниме колоды в вольном, где... Можно было 25 урона... Или 20 наносить с помощью вот этого... Гнева небеса, пиха... Кидая великанами по 20 маны. Это было круто. И вот ты всегда уже в подсознании... Тупо привыкаешь к хорошенькому... И думаешь такой, типа... Ммм... Сейчас, наверное, дохрена жахнет... А потом бац, вываливается какая-нибудь... Праведная защитница или гидролог-мурлок такой... О! Доброе утро! Меня зовут... Ядролог Петти. У меня две маны стоимости... Моего тела. Хочешь? А мне настраде... Огне в карателе меня уже купил. И ну и два урона за пять маны. Красиво. Пока ничего нет смысла, брат. Потому что... Ладно, так и быть. Будем отыгрывать от... Факинг Пиробласта. Ну все, я даже не знаю, что ему здесь... Противопоставить. Это уже полноценный комбэк. То есть, типа... То есть, два фаербола подряд даже его не спасут, наверное. Потому что у меня уже... Хотя два фаербола спасут, потому что не факт, что у меня на следующем ходу будет летал. А может и будет. Но он уже понял то, что не победит. То есть... Камбэкнул практически с ничего. Без стола. Видишь? Окей. 12 с... Оу. Да что ты мне говоришь, пирожок? Как эти жрецы постоянно находят лучшие мои карты? Алло. Планир, сука, из украденных мыслей. Алло! Звоните 9-1, у нас тут нарушитель. Ладно. После этих слов вы, наверное, скажете. Слышь, полосатый, у тебя как бы король лич, волонир, три гребня. И еще через скатку выпадает из черпахи Тирон Фурнинг или Тарим. Или всякая такая дичь. А я вам скажу, да? В этом и проблема. В этом, твою мать, и проблема. Это закон сохранения везения. Еще томат Ньютон придумал. Открылого. В смысле, не придумал. Это правда так существует. Чем сильнее тебе везет сейчас, тем сильнее тебе не повезет потом. Бля.